Юзеев Салават Натарович, сглодняк тишины, а сколько тебе лет? У меня был день рождения, и исполнялось 20 лет. Стоял месяц май, на ветках ширикали воробьи, а в огородьях ошалев носились теплые ветры. Сколько тебе исполняется, спрашивали меня девчонки. 40, обещал я, и юношеский румянест играл на моих кругах щеках. Ну скажи серьезно, уговаривали они. 40, я был неумолим, и вот результат, накалкал, сегодня мне 40. Поэтому я говорю себе, никогда не шути с такими вещами, иначе можешь накалкать себе неприятности. Меня уносит в еще более раннюю пору, в детство, в наш двор. И тащу земли между двух крючевских. И так же, как их полно в любом городе. В этом пространстве мироздание разворачивалось по своим законам неведомым взрослым. Здесь поднял трещак и грустный автомат, Чья-то доверчивая душа постигала таинство вождения двухколесного велосипеда вверху, а своим делом, тем майский звук. Словом, здесь творилась история, важнее всякой мировой. А в дальнем же закутке двора обычно шел важнейший футбольный матч. Мясь пролетал над площадкой, поворачиваясь, словно на невидомом пальце, и бросая тень над веснущатые, Стоваченная, неокрепшим азартом лица возникала у ворот соперника. Ампаку него поставлялась янебудь, Работная, похожая на тыквочку голову, И мяч, великолепные волшебные силы, Остока, длита ворота, А точнее пространство, Обозначенное двумя оболомками кипика, Затем маячего спина, Престыженного брата я, Который бежал за мячем к дальнему забору, Мстить, 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 Киталось в облике, Плохо вапшего булкипера, Это были 60-е годы, И поляны, Нынешние дети, Не всегда меня поймут, Мы выбегали во двор, Рапясь, Доедая пирожок, Булку с маслом, А иногда и просто кусок хлеба, То время не считалось зазорным Попросить у обладателя пирожка, Да и маленько обладателя пирожка, Если он, конечно, не жмот, А жмот мы не уважали, Вынужден был делиться, И проситель вскоре шапкал, Вместе с ним едая землю ножичек, Но интересно, Как происходил процесс попрошайничества, Использовались почему-то числительно, 48, половину просим, Хочешь, не хочешь, А половину куска Должен отдать, Но Противопрошайничества Существовал свой прием, Надо было встречать, Кто-либо Попуститься На твой пирожок, Сказать 41 Ем один И тогда у тебя Никто ничего не попросит Пусть даже Все вокруг Помрут с голода Кстати, Современно в дворах Таких правил нет, Я это знаю, Поскольку у меня полно Знакомых детей Их настолько много, Что даже больше чем, Скажем, знакомых писателей Или Или Репропистов Моя память Отчетливо Сохранила процесс Выхода во двор Моего Дружка Борьки Штеммлера Сначала в дверях Появлялась Пронырливая Мальчишкая голова Затем Слэндовом Все удивляющие Вопы 41 Ем один И тут же на арену Событий Выбежал Борька Скеребова Иронова В руке И так Сегодня Сорок А ровно Через год Я Выбегу во двор Внук Вернобой Век Когда-то Борька Победа Закричу Сорок Один Ем один Ты конечно Подумаешь А что Он имеет в виду А я имею в виду Что возраст Мой Сорок Один Год Это мои Года И только мои Не с кем делись Ими Я не желаю Это моё Понимаете Богатство Пусть Только Попробует Кто-нибудь Претендовать На мои Года А потом Пройдёт Ещё семь Лет Я выйду В двор Сгляну На небо И умоляю Ещё Попрошу Сорок Восемь Половину Что это Будет Означать Наверное Это Будет Просьба Небеса Забрать Из прожитых Сорока Восьми Половину Это Будет Вечное Желание Человека Оставаться Молодым Это Будет Тайная Надежда Что мне Застутся Года Прожит Безда Водит Небо Не измени Соблицет Ни один Облашком Не дрогнет Будет Шелестер Майская листва Над Проводами Будет Пролетать Ворона Я пойму Что Так же Как Ворона Не полететь Задом Наперёд Так же Не обратиться Время Что-то Говори Возраст Понятие Архитратное Но Человеку Столько лет Насколько Он себя Ощущает Ничего Подобного Пусть Сорокалетние Тысяча Кратно Повторить Я мог Я мог Но Куда денешь Эту Глубокую Продольную Морщину На лу Как Замаскируют Эти Продачистые Складки Возерта Которые Не так Отчётки Воднём Но Вездесущие Настойчивостью Проступают Как Вечер Вечер Округлишь Эти Жёсткие Углы Подворота Которые Распугивают Всех Милых Созданий Девичьего Пола Стоит Лишним Подымки Подлиже В конце концов Как Севедёшь На нет Свою Крутую Способность Заночевать Рубри До следующей Павушки Вот Кто-то Во дворе Во дворе Моего детства Сегодня играют Совсем другие Мальчишки Порой Я сижу На лавочке Наблюдаю За их Играми И Поминаю Детство Несколько дней Назад ко мне Посёл Мой Одноклассник Куликов Который Работает В нашем Жоу Сантехника На нём была Драная Кролище Шапка Топанное Тело Грика Гирзовые Сапоги Солунта Амуниция Который Сразу Определилась Его Принадлежность Клану Сантехников В руки У него Позвягивал Чемотан Во недрах Которого Угадывались Таисты Инструменты Недоступны Для Непосвящённых Науки Он спросил Не протекали У меня Дома Краны Я ответил Что нет Тогда он Предложил мне Выпить Я знал Что у него нет Генег Согласился Мне Хотелось Поболтать С ним Помнишь Кожные Годы Куликов Приобрёл Склонность К Чувственному Наслаждению Пьянства Именно Так Называл Этот Повсеместный Порок Александр Сергеевич Пушкин После того Кого Ушёл С Механического Рыжая Варняжка По кличке Неожиданно Лиричной Её Звали Песня Кто Я так назвал Неизвестно Может Какой Нибудь Пацанёнок Через Тонкой Души Проступали Очертания Будущих Поэм А может Поэц Сочетнего Микро-района Случайно Заберётся Сюда И Увидев С собой Рыжая Чедвероногое Создание Обратив Нечаянно Обронил Нечаянно Тесня Точно Так же Как Приходил Вдруг Длинными Ночами Быстрое Слово Но это Не важно Песня Постоянно Вертилась Под ногами И Участвовала В любых событиях Как это бывает В наших дворах Кстати Так же Наш народ Не может Без песни Песня Я имею ввиду Не собаку А музыкальный Жанр Сопровождает его Как известно И в радость И во дворе Но я Совершенно Отовлёкся Мне хотелось Помнить тот день Когда Ко мне Подъезжал Озабоченный Куликов А под ногами У него Радостно Веснилась Песня Он Туже Начал Зебившего Объяснять Меня То ему Срочно Нужны Десять рублей Чтобы купить Бутылку Что выручили Его могу я И только я А сколько Через Три минуты Закрывается Магазин И И Тогда Всё Кончено И всё Пропало Нынешнее Поколение Склонно Ощущенному Наслаждению Пьянства Вряд Не поймёт А значит Закрывается Магазин Но я Куликова Понял И дал ему Десять рублей Вот тут И наступает Тот момент О котором Я хотел Рассказать Куликов Взял Десять рублей Развернулся В сторону Магазина И побежал Он Побежал Так быстро Как бежит Бежит Трубок Побежал Так что Песня Восторжена Орванувшая Совет За ним Его не дады Нала А ведь Ясна Что Любая дворняга Бегает Быстрее Любого Сантехника По видему Здесь Сработали Те Неисследованные Еще Три земли Организма Благодаря Которым Человек Совершает Чудеса Известны Же Случа Когда Женщина Пытаясь Острадить Своего Ребенка Зедвинула Другтонную Плиту Или Когда Повар Спасаясь Забежавшего Кафе Разъяренного Быта Перепрыгнул Через Трехметровый Завод Слово Песня Не догнала Куликова И это событие Долго Еще потом Обсуждалось Во дворе Все это я Рассказываю Для того Чтобы Подчеркнуть Какое значение Кулик Кулик Придавал Выпивке На этот раз Угрозы Закрытия Магазина Не существовало Не те Нынче времена Мы взяли Водки И Сошли Подвал На мрачную Территорию Коток И сантехника Куликов Сгреб Со стола Галочные Ключи Оржавые Винтили Шланги И Оставим Бутылку На стол Жесть Его был Более решительный На взгляд Столь Целево Стремлен Что я Испытал Некоторые Сомнения В правильности Моего Намерения Осенним Выпить Последний Год Куликов Напила Испытал Тоску И становился Агрессивным Например он мог Ночью Выйти во двор И Мотаться Рассвет Рассвет Темным Ужасом Глаза И Желанием Выяснить Отношения С первым встречным А когда Не пьет Говорили Соседи А Редкой души Человек Мастер Наши Руки И Впрочем Словом Приводился Тот Набор Который Обычно В России Пытаются Оправдать Алкоголика Мы Выпили По одной И Я Забыл О своих Опасениях Мне Было Кажется 16 Девочка Которая Была Влюблена Или Считала Что Влюблена Играя И И Пела Эту Тесну Она Сочинила Сама Рассвет Когда Ты Появился И Так Далее Она Бросила На меня Проникновенные Взгляды Чтобы Не Было Ошибки Эти слова Не Принял На свой счет Мой Одноклассник Куликов Который сидел рядом Со мной На диване На Соловах Мне Ни В projeto Вокtre Вокруг Вокруг Провury Ветер И З success explanation Мне это совпадение показалось очень забавным, а взглянув на ее лицо, полное отчаянной лишимости, я не выдержал и засмеялся. Девочка глотнула крышкой рояля и выбежала из комнаты. Че ты рвешь? Тогда не надо, сказал мне Куликов. Обиделась теперь, но ее обиделась недолго. Спустя десять минут мы уже переселись на кухне, а вазочки на столе светоносно мерцало варенье, а с подоконника словно утопающий тянул к нам свою колючую руку кактус, он скоро будет свистеть, сказала девочка, он светет раз в сто лет, спросил я. Нет, а девяти лет он светет раз в пять лет, и вот на днях должен свистеть, последний раз, когда он светел, и в девяти лет, кого она почитал я. Она покраснела, любой набег на то, что она младше меня, на два года, невразимая разница для этого возраста, расстраивал ее и делал неосуществимые мечты, по счастью, со своим избранным. А когда кактус будет свистеть в следующий раз, тебе будет девятнадцать лет, сказал Куликов, кошмар, сказала девочка, неужели я буду такой старой, интересно, кому я буду нужна в девятнадцать лет? Мы с Куликовым сочувствовали ей, кому мы будем нужны?